Друзья, привет-привет! Меня зовут Леся и вы на канале Дамочка на рыбалочке. На днях вернулся из командировки мой родственник с северных районов и привез замечательную рыбку, которая называется Сиг. Рыбка это семейство форелевых и попросил меня, в общем, Олеся, приготовь как-нибудь вкусную рыбку, расскажи о новом рецепте. Конечно, сказано, сделано. Сейчас я буду солить рыбку и поделюсь рецептом не только с родственником, но и с вами. Давайте скорее готовить вместе. Конечно же, рыбину нам нужно почистить, и чистить я ее буду при помощи ложки. Почему? Да потому что тогда чешуя не будет разлетаться по всей квартире. И вот так вот, смотрите, хоп, и введем. И она собирается вот в кучку. И никуда не разлетается. Очень удобно. В основном всегда сейчас таким образом и чищу рыбу. Если знаете еще способы, как чистить рыбу, чтобы она не разлеталась, эта чешуя, то с удовольствием выслушаю ваши комментарии, что-то приму к сведению. Ну все, рыбка почищена, смотрите, абсолютно никакой чешуи нигде нет. И теперь нужно ее, конечно же, выпотрошить. Голову я выбрасывать не буду, хоть она мне и не нужна для засолочки. Засолка, кстати, у меня будет сухим способом. Голову я просто отрежу и потом из нее сварю уху. Ну что ж, рыбка выпотрошена, смотрите, я ее промыла, она чистенькая, все совершенно внутри. Теперь отсекаю ей голову. Так, и теперь наша задача снять филе с кости, потому что солить мы будем только филе. Я буду начинать отрезать с хвостовой части. И вот так вот ведем, ведем, ведем вдоль хребта. Вот, у нас филешечка. Тут и при помощи пинцета можно даже вот таким вот образом срезать. Вот видите, они легко срезаются. Ну вот, косточки. И так же поступаем со второй частью. Так же вдоль хребта ведем, ведем. Я, конечно, не спец по разделке рыбы, но кое-что у меня, по-моему, получается. Кстати, рыба будет очень вкусная, поэтому даже не сомневайтесь, приготовьте. Так же, по этому же принципу можно и солить и форель, и семгу. Тоже все будет очень хорошо. Вот эту вот часть я оставлю и сварю уху. Ну что, товарищи, поехали дальше. Теперь беру я вот такие вот салфетки на бобине вискозные. И мне нужно рыбку пропитать, чтобы лишняя влага ушла. Потому что я ее мыла. Мыла, и, соответственно, то есть она немножко такая вот во влаге. Берем форму, желательно стеклянную. И на дно формы сыпем соль. Так, чтобы форму соль покрывала. Так. Не было страшного, если соль мелкая, но если у вас есть соль крупная, будет еще лучше. И кожей вниз укладываем на соль нашу рыбку. Теперь сверху мы рыбку также присаливаем, но не слишком много, потому что она у нас должна быть малосольная. Она очень быстро в себя впитывает соль. Я буду посыпать смесью перцев. Тут белый и красный перец. То есть они прям добавят аромата. И теперь я буду перекладывать укропом нашу рыбку. Резать его не нужно, потом будет трудно счищать. Пусть будут с целыми веточками. Еще сверху немного присолю этот укропчик. И буду выкладывать оставшееся филе. Но теперь уже кожей вверх. То есть получается мякоти к мякоти. Кожей вверх. И также сверху кожу присаливаем. Накрываю крышечкой. Или вот так вот нужно. И убираю в холодильник на одни сутки. Например, прошло часа 4-5. Я открываю крышечку. Беру нашу рыбку. Переворачиваю. Чтобы вот эта вот кожа уже лежала на дне емкости. То есть за сутки примерно вот 3 раза мне нужно рыбку перевернуть. Друзья, ну что, прошло несколько часов. Наша рыбка дала уже вот сок такой вот. И теперь нам нужно ее перевернуть. Вот так вот раз. Вот так вот два. И переворачиваем. На этом этапе уже можно даже попробовать на соль. Если вам вдруг будет маловато, то подсолить. Пробовать вот с внутренней части, естественно. Ну что, друзья. Прошли ровно сутки. Как рыбка-то у нас с вами засаливается. Мы делаем ее малосоленой. Три раза в процессе засолки я ее переворачивала. И вот смотрите, какая она плотненькая. Хорошенькая получилась. Сейчас мы ее с вами продегустируем. Естественно, укроп мы удаляем. Он нам не нужен. Свою миссию он уже выполнил. То есть рыбку немного ароматизировал. Ну а теперь хочу рыбку попробовать. Смотрите, какая она на разрезе. Красивая, шикарная. Малосольная 100%. Потому что я не очень много солила. Ну что ж, мои дорогие друзья. На завтрак у меня вот такая вот рыбка получилась вкусненькая. С уверенностью могу сказать, вкусненькая. Прям малосольненькая. Ароматненькая. Как закусочка или как на бутербродике. Просто идеальный вариант. Рекомендую приготовить. Ну, запиваю все это дело кофейком. Удовольствие вдвойне. В общем, ребят, если вам рецепт понравился, то буду рада видеть лайки, какие-то комментарии. И, конечно же, вашу подписку. А с вами была я, ваша Леся и канал Дамочка Нарывалочкина. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.